Ненецкому региональному отделению Союза пенсионеров России исполнилось 25 лет со дня образования. Красивые юбилеи отметили пышно, концертами по всему округу, выставками, мастер-классами. Ну а самый душевный праздник прошел за круглым столом во Дворце культуры Арктика. Там собрались те, кто стоял у истоков создания организации в трудные 90-е годы, и те, кто сейчас продолжает деятельность. Героев своего времени отметили благодарственными письмами и дипломами. На церемонии награждения побывала и наша съемочная группа. Поздравить людей высокого возраста во Дворец культуры Арктика пришли представители власти, общественных организаций, руководители предприятий региона. Несмотря на праздничное настроение, бессменный руководитель регионального отделения Союза пенсионеров России Римма Костина вспоминает тяжелые 90-е годы. Когда страна рухнула, передовые предприятия региона, такие как лесозавод, рыбокомбинат и различные колхозы, обанкротились. Без работы остались сотни граждан. Вы знаете, Союз пенсионеров образовывался в очень трудное время, 93-й год. И самая главная была задача – это поддержать пенсионеров, потому что вклады пропали, в стране пенсии не выплачивались, страна разрушалась уже тогда. Поэтому было очень сложно пенсионерам. И нужно было их поддержать. И тогда на уровне правительства было решено организовать Союз пенсионеров по всем регионам страны. Главной задачей которых стало объединить пенсионеров и помочь им адаптироваться в новых условиях. Ведь когда страна рухнула, обесценились не только деньги, но и мораль. Благодаря работе Союзов пенсионеров многим, кто тогда оказался на грани нищеты, удалось достойно пережить не только финансовый, но и психологический кризис. И поэтому у многих сложилось впечатление, что они жизнь прожили зря. Все, о чем мечтали, рухнуло. Все, что они добились, уже не считали достоянием. Хотя все, что в России было создано, создано было теперешними пенсионерами. На базе Союзов пенсионеров России стали создаваться клубы общения. И если в округе в начале 90-х это был единственный клуб на ренмарской посиделке, то в настоящее время их уже 46. 26 в окружной столице и 20 в сельских поселениях. Один из них в поселке Индиго возглавляет Людмила Калюда. Собрание, совещание, советуемся, что-то решаем вместе, находим компромисс. И потихонечку решаются вот наши поселковые проблемы. Ну а еще в 2014 году мы образовали, в общем, была учеба проведена пенсионеров по работе с компьютерами. Сегодня в торжественной обстановке Людмилу Михайловну и ее единомышленников по всему округу отметили благодарственными письмами и подарками. Но главным своим достижением люди высокого возраста считают то, что теперь в регионе нет одиноких стариков. И есть люди, готовые всегда прийти на помощь. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.